Там Крестский район, рядом Высоковский район, рядом Кущёвский район, Крыловской, Кущёвский район. Как у вас происходит взаимодействие с районом? Наиболее тесно мы работаем, конечно, с Крыловским районом. Даже на первенство района Павловского мы приглашаем, к нам приезжает несколько человек обязательно участвовать. Мы проводим гран-при, это где-то 10 турниров взрослых, ну туда и дети допускаются, тоже Крыловчане приглашаем, они к нам приезжают. К сожалению, там такого нет активности, они нас не приглашают, не проводят, очевидно, турниры. Мы постоянно их приглашаем, они к нам приезжают с удовольствием. Но северная зона края, естественно, здесь вот взаимодействие с Щербиновским районом, с Староминским, турниры в Староминском районе мы посещаем Ейск. Я уже не говорю о Ейске, который постоянно сейчас проводит турниры и регулярно нас приглашает, мы туда ездим. И помощь, взаимопомощь бывает в инвентаре. К сожалению, инвентаря сейчас современного мало, шахматные часы, допустим, диджиты 3000, мы сейчас 8 штук приобрели. Но это уже хорошо, для районного первенства уже хватит. Еще там трое у меня маленьких, но тоже с добавлением времени. Сергей Танилович, смотрите, у нас есть более дешевые варианты часов, чем те, которые вы назвали. Они на порядок дешевле. Я, по-моему, размещал информацию в Битресе и публично размещали. Китайцы поставляют часы, Федерация Шахмат России их поддерживает, разрешают использовать. Поэтому можно купить, скажем, трое дешевых, чем от дежурства 3000. Имейте в виду, для этого информацию возьмите в Бандовентрию, можно использовать. Хорошо, я вот приму к сведению, посмотрю, что какой. Это ЛИАП, да? Я не помню название, но какие-то есть недорогие часы, которые вполне достаточно для проведения муниципальных соревнований. Краевых вполне достаточно для проведения. Потому что мы не используем подключение электронных шахмат, мы не используем подключение мониторов. Соответственно, слишком дорогие часы, но они не имеют смысла. Мы просто переплачиваем непонятно за что. Василий Танилович, я хотел бы подвести итог. Я вот, честно говоря, рад за то, что в Павловском районе шахматы стабильные. По трассе М4 проезжаю всегда Павловское направление. Внимательно смотрю, вспоминаю все самые лучшие времена. И я помню, мы с вами в рамках проекта «Шахматы в школах» посещали некоторые школы и с главой встречались. Правда, его уже потом через некоторое время поменяли. Но это ротация во власть, ничего в этом страшного нет. Самое главное – это динамика, то, что шахматы есть в районе. Было у вас в помещении. Самое главное – есть люди, которые занимаются шахматами. А в рамках существующего календарного плана мы можем говорить, что шахматы дальше будут развиваться. Большое вам спасибо, что вы делаете всему коллективу вашему. И со своей стороны я рад, что все у вас хорошо. Спасибо. Без вашего участия в 2017 году движение было бы более медленным. Спасибо за помощь. Всего доброго. Спасибо, Владимир. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok